Один из подписчиков задал мне личкий вопрос, ответ на который, думаю, заинтересует и вас, мои дорогие зрители. Речь идет о возможности восстановления данных после форматирования носителя, флешки там или жесткого диска. Разберем на примере флешки. Как правило, в качестве файловой системы при форматировании флешек и карт памяти используется FAT32. При разметке дисков FAT32 в начале носителя создается таблица локаций, которая содержит сведения о том, где какой файл лежит. Остальное пространство заполняют, собственно, сами нолики и единички, которые файлы составляют. Особенность такой запись – фрагментированность. То есть начало файла может находиться в одном месте на носителе, хвост в другом, середина в третьем. Раньше были популярны так называемые программы дефрагментации, которые собирали файлы в одно место последовательно, чтобы жесткому диску не надо было дрочить головками в поисках кусков. Все эти аллокации отражены в той самой таблице. Так вот, если вы стерли какой-то файл, то при этом всего лишь стирается запись в таблице аллокаций о местонахождении его кусков. А сами нолики и единицы остаются на носителе до тех пор, пока на их место не будет записана части другого файла. При полном форматировании таблица стирается, а также обнуляются все нули и единички на всем носителе. Даже есть программы специальные вайполки, которые несколько раз перезатирают каждый сегмент нулем. Быстрое форматирование просто стирает эту таблицу, а нули и единички, то есть составные части файлов, остаются. Программы по восстановлению просто пытаются воссоздать таблицу аллокаций по этим обрывкам и склеить файлы обратно, так как их части все еще не перезатерты. Некоторые же части все-таки успевают затереться, но например, если вы записали какие-то файлы на отформатированный носитель, и новые части этих файлов легли там, где раньше были старые. При этом, например, при восстановлении цифровой фотографии, вы получаете в некоторых ее местах серые полосы. Фирмы, предлагающие услуги по восстановлению, все-таки ориентированы на восстановление магнитных носителей, жестких дисков, в силу чисто физических свойств материалов. Перемагничивание, как правило, неполное, и какое-то время старый вариант отсвечивает, что ли, в общем, при дорогущем оборудовании можно воссоздать. У флешек такого нет, твердотельные носители могут быть только в состоянии 0 или 1, и никакого послевкусия не оставляют. Соответственно, шансы создать флешку через фирму или самостоятельно примерно одинаков. Если вы выполнили быстрое форматирование и ничего не писали на флешку, то сможете с высокой вероятностью восстановить все файлы в полном объеме. Если успели записать, то те участки старых файлов, куда были записаны новые, уже не восстановит ничто, что бы не обещал реклама.